Привет, семья! Перед тем, как вы начнёте смотреть этот выпуск, небольшой дисклеймер. Дело в том, что мы с парнями до сих пор находимся в разных городах, и у нас просто нет физической возможности снимать какие-то совместные репетиции, концерты, вечеринки. Поэтому пока будут такие, так скажем, бытовые видосы. С точки зрения музыкальной составляющей это не так познавательно, но, возможно, для кого-то это будут такие ненапряжные видео, которые можно просто включить фоном и поедать пельмени, например. Поэтому приятного просмотра, пока в таком режиме. Да, кстати, нам исполняется 5 лет, вы можете нас поздравить, мы в свою очередь поздравляем вас. Мы хотим, чтобы вас было как можно больше, и надеемся, что всё-таки однажды придёт такое время, когда мы с вами будем постоянно видеться на наших концертах. Мы в это очень верим, и это наша заветная мечта. Всем привет! Я только что проснулся, и сегодня первый день моего отпуска. Я наконец-то выспался. Сегодня у меня ещё есть кое-какие дела. Потом я собираюсь ехать себе домой в деревню, и возьму вас с собой. Я снова только что проснулся, но уже у себя дома в деревне. Сейчас, наверное, что-нибудь по-быстрому позавтракаю. И пойду покажу вам свой посёлок. Кстати, мой кот. Они очень видны сейчас. Весна в деревне – это не самое крутое зрелище из всех. Особенно ранняя весна, потому что всё короче в полном говнище. Везде всякие собачи-какахи. Гомер! Гомер, где что-то? Это мой пёс. Его зовут Гомер. Он уже старенький. Но я всё равно люблю их. О, чё, любишь, когда тебе за ухом чешу? Да, любишь. Ладно, погнали. Покажу вам всякие местные достопримечательности. Да, у нас не очень люди. Вообще, даже у нас в деревне есть своё гетто. Это такой райончик, где раньше жили, скажем, не очень благополучные семьи. Вот такой вот домишко. Нет, раньше он был целый. Там ещё второй есть. Не помню, в каком году. Там школьники, в общем, подожгли крышу. И всё. Вот такие вот дела. Это тысяча танцоров, девять чемпионатов пройдет в рамках. Это будет, конечно, как и все мы с вами, жители такого иногда промышленного нашего города, станем зрителями этого промышленного. Прямой эфир. Песня, наверное, уже ковеная. Сейчас ведущая будет вылетать в эфир на каждом стыке между треками. Моё дело её заранее об этом предупредить. Со временем начинаешь разбираться в сортах говна, которые крутятся на радиостанциях и волей-неволей начинаешь подпевать. И когда ты осознаёшь, что ты подпеваешь этому говну, становится неловко. Для читателей 96 и 29 приветствует радио Energy. Меня зовут Аня Равилова. Здесь час до двух, как всегда, я провожу время в твоей компании. Ну что, дорогой друг, сегодня в этот обычный, казалось бы, четверг у меня есть для тебя настоящий подарок. В гостях у меня приятные люди, очаровательные собеседники. О них расскажу сразу после трека Майка Познера. А ты купила Energy. Друзья, наслаждайтесь хорошей музыкой, хорошим настроением. Именно они создают хорошую погоду за ботом. Это Energy. Ну нахер. Да. Ой, я сейчас типа выхожу, нет? Да, ну скоро. А давай после этого сразу выйдем трек. А вот защит от тебя отбиваться, после него встал. Окей, погнали. Ну все, эфир закончен. Сегодня четверг, 14 апреля. И сегодня мы будем подавать заявку на Rockfest, который пройдет 6-7 августа в Stadium Life в Москве. Только что я вырезал наше выступление с предпоследнего инсайдинга, чтобы пересохранить это отдельным видео и посылать организаторам в разные города, на разные фестивали. Кстати, у меня дома появился отличный постер. По-моему, ништяк. Ну что ж, видео залито на канал. Осталось нажать кнопочку опубликовать и подать эту самую заявку. Несколько предыдущих дней были дико загруженные работы, я очень мало спал. Сегодня у меня наконец-то выходной, я отдыхаю. Сейчас гоняю до магазина, а потом буду читать Дэдпула. 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 Мы в лесу и тут полно подснежников. Сейчас увидим товарный поезд, который везет в общем древесину, потому что ничего другого у нас из деревни не вывозят. Сейчас покажу вам еще одну нашу достопримечательность. Это гигантская свалка. Вот и она там простирается еще вглубь. Фиг знает насколько. У нас в деревне ее называют Вечный Огонь. Потому что здесь, даже вот я отошел, пахнет очень горе. Там постоянно весь этот мусор, он тлеет и горит. И раньше, сейчас, кстати, не очень видно, а вот раньше, когда я был маленький, там постоянно прямо даже дым, короче, стоял. И были даже такие случаи, что некоторые дети, они забирались на эту свалку и некоторые дети, то есть они просто шли как бы по этой, по мусорным кучам и они проваливались внутрь в тлеющее вот это пекло и они там просто как-то сгорали. В общем, ты представь, идешь вот так вот куда-нибудь по земле, да, ветер поднялся. И бах, и ни с того ни с сего провалился, и вокруг тебя огонь. Вот такие вот случаи у нас бывали. Сейчас я вам покажу половодье, что бывает весной с реками. В общем, у нас есть речка, не очень большая, называется как Мошка, ну, по названию деревней. Она, в общем, обычно ширину метра, ну, три хотя бы. Но вот в этом месте как раз где-то метра три, наверное. Сейчас смотрите, что с ней. Это, это все она. Вот так вот. С природой не забалуешь. Смотрите, какой огромный. Это муравейник. Никогда не ломайте муравейники. Это плохо. Мы где сейчас? Мы прибыли в замечательный городской округ, город Бор. Вот на такой штуке. На фуникулёре. На фуникулёре. Я не могу, не могу научиться выговаривать слово фуникулёр. Фуникулёр. Фуникулёр могу? А, на фуникулёре почему-то мне сложно. Фуникулёр, фуникулёр, фуникулёр. Потому что раньше, открою вам секрет, мы слои фуникулёр. Ладно, неинтересно, это никому неинтересно. Кахтавил. Фуникулёр. Он кахтавил. Фуникулёр. Фуникулёр. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и что, привет, чуваки. Сегодня 21 число. Наконец-то привезли комп. Наконец-то я его смог поставить. Мы подали еще одну заявку на очередной летний фестиваль, который пройдет в Воронеже. Естественно, нас на него не возьмут, как обычно, но попытка не пытка. Что же делать-то? В общем, прикол. Сочинял, значит, вот эту мелодию. Искал какие-то беточки и случайно наткнулся на вот такой снэр. Решил сделать, быстренько накидать биток. Получилось вот что. Сегодня у нас пятница. Капитал шоу поезд. Какой шаг я сегодня сделал в пятницу для того, чтобы наша группа двигалась всегда вперед? Сегодня я подал заявку. Вернее, я еще не подал. Вот сейчас подаю заявку на чарт радио урок онлайн. Вот сюда вот. Ну что ж. Слушайте наши треки на этом онлайн радио. Я надеюсь, что мы там появимся. Итак, сегодня суббота, 23 апреля. Мы идем на автограф сессию группы Луна. Попробуем подарить... Ну что ты шумишь постоянно, чувак? Попробуем ей задарить диск. Задарить? Задарить. Осторожно, машина. Попробуем задарить ей наш EP-диск. К сожалению, у меня нет полного альбома с собой в Нижний Новгород. Я не взял ничего. Вот. Но, что уж есть. Не знаю, может, и не получится даже пробиться. Там, возможно, народу сегодня куча будет. Поэтому идем в Мусторг. Правда, мы уже немножко опаздываем. Да уж, конечно. Половина. В 3 часа начало. Ты уже замерзл? Я замерзл. Все замерзл. Мы стоим, в общем, в очереди на фотосессию. У меня... Губ фотосессию. Ой, на автограф сессию. Ну и на поток. Фотосессию даже. О, замерзли немножко. Прохладненько сегодня в Нижнем. Ну, шаг, шаг, большаток в заке. Точно, в печати, в печати. Здорово, стамусы. А что, как-то ладь, почему-то не ездит куда-то. А-а-а. Да, еще надо. Я подумал, что он потеряется. Жесть. Жесть. Мы ждем, стоим в очереди. Чего ждем? Каким диск подарить. Можно все не слушать. Можно все не слушать. Могут в пи-сайд. Пи-сайд. Романить. Я вам направо. Мы сейчас хочешь попросить. Мы право вам тоже дать. Пойдем к сфере. Я лучше за... Пишем. А, завать мне не. Да. Это надо забрать. Надо забрать. Ладуй, мальчик. Субтитры сделал DimaTorzok